30 процентов. Настолько на Алтае нужно увеличить производство стройматериалов. Эту нехватку на рынке недвижимости ощутили уже в этом году. В 2019 в Барнауле сдали 740 тысяч квадратных метров. Хотя по плану ежегодно в краевой столице должны удавать по миллиону жилых квадратов. Чтобы не везти материалы из других регионов, на Алтае планируют улучшить их качество. Карман участников строительной сферы не пострадает, говорят эксперты. Скорость монтажа за счет применения новых технологий будет увеличиваться. А время это тоже деньги. То есть она снивелируется и себестоимость объектов будет одинаковой по отношению с тем, что если бы мы применяли старые, как сегодня, материалы. Речь идет об улучшении качества инертных материалов песка, щебня. Пока их возят с соседних карьеров и будут возить, если в ближайшие годы в крае ничего не изменится. Алтайский камень, по мнению строителей, хорош, но и ему нужна современная технология обработки. И при всем этом любопытно, что социальные объекты сейчас возможно реализовать только по старым технологиям. Существует реестр проектов, утвержденный и публикованный Минстроем, в рамках которого есть типовые проекты, перепривязываемые при реализации программы по развитию дошкольного и школьного образования медицины. И в этих проектах, к сожалению, заложены устаревшие технологии и материалы. И не учитывается местоположение объекта, где он устроится. Но и это не все. По словам председателя правления Союза строителей края Александра Мишустина, наращивать объемы жилищного строительства сложно из-за земельного вопроса. Где ставить дома после 2022 года в Барнауле, пока неизвестно. Авбийский и Новоалтайский уже сейчас не выдают разрешение на такое строительство. Все эти проблемы краю нужно решить в ближайшие годы. Анастасия Дрога, Николай Шелко. День с толком.